Ну все, на этом я, собственно, анонсы завершаю и приступаю к сегодняшней теме. Озвучу название «Знание для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным» дайджест русских просветительских видеоканалов. А первая фраза, если кто-то, может быть, кто-то вспомнит, это слегка переделанная фраза из завершающая повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Вот, там было по-другому. «Счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным». Вот, мне эта фраза понравилась еще и потому, что ее часто применяют википедисты, именно вот в той коннотации, как я ее привел. «Знание для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным». Вот, и она очень хорошо поясняет смысл открытого знания. То есть, знание, которое лежит где-то для всех, не требует оплаты, которое можно легко получить. Вот. Ну и сегодня мы будем говорить... У меня была мысль немножко рассказать подробнее о соотношении знания и просвещения, и просветительская работа. Ну, скажу, я даже не сделал по этому поводу слайды, скажу просто на словах. Просветительство и знание находятся в очень интересном взаимодействии. Знание, обучение, образование – это некий процесс, который требует неких формальных усилий и достаточно серьезных усилий, технологии обучения и так далее. Но знание, как правило, строится на каком-то фундаменте. И этим фундаментом часто является просветительская деятельность. Да, это хорошо про библиотеку, да, все верно. То есть и про библиотеку тоже. Дело в том, что, ну вот, если рисовать эту пресловутую пирамиду Блума, как правило, внизу мы рисуем знать, дальше уметь, и дальше более высокие какие-то степени овладения материалом и каких-то умений и так далее. А на самом деле под этим часто рисуют внизу, под словом «знать», часто рисуют еще более обширную платформу, которая называется «иметь представление». Ну, в традиционном образовании вот эта часть, которая называется «иметь представление», ее, как правило, не жалуют. То есть считают, что это знания на троечку, и они не нужны. Но все зависит от того, что вы, о чем вы имеете представление. Знать вы все равно не можете все. Получая образование среднее, вы получаете очень небольшую часть знаний человечества. Получая высшее образование, вы получаете более глубокие знания, но в более узкой области. А как же остальные знания? Так вот, оказывается, что иметь представление о том, что не является целью ваших профессиональных интересов, это очень и очень важно. Это придает широту вашей деятельности. Очень полезно вообще в любой деятельности. И если вы только узкий специалист, вы очень ограничены и обязательно где-нибудь совершите ошибку даже в профессиональной области. У вас будут проблемы. А с другой стороны, имея какие-то узкие знания и плюс очень широкие представления во всех областях знаний, вы становитесь человеком гармоничным и способным к более творческому труду. Вот смысл просвещения. Ну, это смысл просвещения с точки зрения вашего образования и вашей деятельности. Конечно, у просвещения есть еще масса других целей. Но одна из таких целей – просто научить людей что-то не делать. Не делать каких-то вещей, которые могут им навредить, например. Но это на низшем уровне просвещения. Вот. Так вот, сегодня мы поговорим о просветительских видеоканалах. Но для начала давайте немножко окунемся в нашу недавнюю историю. Поговорим о ресурсах просвещения вчера и сегодня. Поговорим немножко о современных форматах. И дальше начнем, собственно, обзор, который займет основное время. Вот. Ну, здесь в качестве иллюстрации просветительской деятельности я привел известную иллюстрацию. Это Дженнер, который делает прививку своему ребенку с тем, чтобы всем показать, что эта прививка приведет к нужным результатам, что она освободит, уменьшит влияние оспы. Вот. Может быть, не освободит полностью человечество от оспы. Этого добились через два столетия только. Вот. Ну, и мы давайте придем к тому, что... начнем освещать наш материал. Итак, что у нас было вчера? Совсем недавнем вчера, 40-50 лет назад, возможно, еще 35 лет назад даже. Это был в основном книжный, книжно-журнальный формат. Вот. В качестве него я привожу любимую мною в детстве серию Эврика. Эврика под этой серией выпускались как книги отдельные, так и сборники. Раз в год выпускались сборники с отдельными статьями. Вот. Активно также было телевидение. Впрочем, не так много было именно просветительских программ. Одна из них, наверное, вам хорошо знакома. Это «Очевидное и невероятное». Вот. А также были просветительские фильмы, которые, к сожалению, выходили не так часто. Вот. На нижнем кадре был... Я вам привожу кадр из замечательного фильма, который назывался «Кто за стеной?», посвященный искусственному интеллекту и критерию определения Тьюринга. Критерию определения искусственного интеллекта по Тьюрингу. Вот. Так что деятельность велась и по телевидению, и в книжном формате. Вот. Но я думаю, что все-таки для людей, которые хотели получить более подробную информацию, серия «Эврика» и прочие книжные издания, посвященные просветительской деятельности. А давайте я здесь скажу пару слов, да, по поводу того, что под просветительской деятельностью я... Может быть, это и не совсем правильно, но в данном случае буду понимать популяризацию науки почти как одно и то же, как просветительскую деятельность. Вот. Хотя на самом деле просветительская деятельность, она более широко понимается. Вот. Так вот, книжный формат все-таки превалировал. На телевидении у нас... телевидение было зарегулированным. Все-таки наука была такой... Как бы это сказать? Ее любили за то, что в Советском Союзе наука позволила получить паритет, ядерный паритет, там, и так далее. Физиков любили. Но все-таки относились как-то... Ну, все-таки слишком свободолюбивая область, да. Поэтому очень много не давали времени на телевидение. Что-то... Отдельные места были какие-то, да, но не так много. Вот. Что пришло после этого? К сожалению, после этого было вот это. То есть полный развал научпопа, полный развал просветительской деятельности. Все старые передачи заглохли, книги, просветительские книги практически перестали выпускаться, несмотря на то, что как раз и книжная торговля расцвела, и книгоиздательство расцвело в 90-е годы. Но вот получилось вот то, что получилось. Да, вот на телевизоры и в книжную, издательскую деятельность просочилась явная мракобесие, вот, вместо науки. Ну, и практически все 90-е прошли под вот этим вот смрадным... В этом смрадном состоянии. И лишь с начала 2000-х годов и особенно серьезно с 10-х годов у просветительской деятельности появилось, как бы у нас в России, появилось второе дыхание. И это второе дыхание уже немножко было другое. С одной стороны, у нас стали появляться хорошо изданные, хорошо иллюстрированные на хорошей бумаге переводные и изначально на русском языке книги. А вот здесь я привел одну из моих любимых книг, переводную Николейна «Лестница жизни» по теории эволюции и по биологии. Но одновременно стали появляться и всякие другие интересные вещи. Так как телевидение у нас с течением всего этого времени продолжало деградировать и подчиняться в основном политической повестке. Более того, там до сих пор существуют каналы типа РЕН-ТВ, которые наподобие того, что я показывал на предыдущем слайде, занимаются такой деятельностью. Хотя иногда под видом просветительства. У нас стало появляться независимое просветительство. И для этого как нельзя лучше подошли видеоканалы на Ютьюбе, а затем и на других платформах, таких как ВКонтакте и Телеграме. Ну, как правило, они сейчас просто дублируются. Я буду показывать вам все это на примере Ютьюба, потому что там достаточно хорошо развито рекомендательные сервисы по аналогии. Другими словами, если вы будете много смотреть просветительских каналов, то вам и будут предлагать аналогичные каналы. А если вы их не будете смотреть, то вам они попадаться будут чрезвычайно редко. Более того, это надо постоянно поддерживать. Потому что, как выяснил один мой хороший знакомый, физик, если поставить Ютьюб на постоянное прокручивание, то есть не смотреть, уйти куда-то, например, на много часов Ютьюб будет вам что-то показывать сам, то в конце концов его интеллектуальный уровень тех роликов, которые вам будут демонстрироваться, он будет все понижаться и понижаться. Ну, просто так алгоритмы сделаны. Вот, поэтому поддержание интеллектуального уровня – это ваша собственная задача. Ютьюб сейчас… Почему я еще говорю о Ютьюбе? Потому что его легко смотреть на современных телевизорах, которые… Smart TV, которые легко подключаются к домашнему интернету, и на них можно смотреть много всякого видео из интернета. Вот, я, собственно, так и делаю. Ну, вот, в нашей семье с 2008 года телевидение отсутствует как класс. Вот, но это не значит, что мы не смотрим телевизор. Мы его смотрим, но только то, что мы сами скачали, либо Ютьюб. Вот. Ну, и, собственно, о таких каналах мы сегодня и поговорим. Ну, когда я начал описывать это все, оказалось, что тема, в общем, достаточно необъятная, и мне пришлось очень сильно ограничивать себя в том, о чем я сегодня хотел бы вам рассказать. Вот, потому что я мог бы, наверное, еще в два раза больше дать информации, но не получится. Ну, и один небольшой кадр, да, это вот как раз из нашего канала, с канала, который я только что рекламировал вам, канал Директ Академии. На нем мы размещаем не только записи наших вебинаров, но, в частности, и выступления на наших конференциях. Наши конференции, там, конференции Дир, под названием Дир, Digital Intellectual Resources, вот в этом году уже третий раз пройдут, а в прошлом году был второй раз. Мы проводили в Сколково и пригласили туда, в частности, Владимира Сурдина, одного из лучших просветителей по теме астрономии и астрофизики. И вот я, как владелец канала этого, потом очень сильно разгребал вот эти вот плоды просвещения, в кавычках. Да, вот посмотрите, это еще не самые плохие отзывы, при том, что Сурдин про... Ну, у него была блестящая лекция короткая на 30 минут, да, но, к сожалению, вот то, что реально, те люди, которые реально нас окружают, это в лучшем случае вот это вот. Нет, не в лучшем случае, но, как бы это сказать, в среднем, в среднем лучшем случае. Вот, потому что я поудалял огромное количество личных оскорблений, всяких матерных комментариев и так далее. У меня просто устала рука удалять. Ну, при этом ролик собрал более 100 тысяч просмотров, может быть, как раз из-за этого. Вот, были, конечно, и хорошие комментарии, тоже правильные. Вот, ну... После того, как я немножко вот почитал эти комментарии, поправил их там, поудалял, я понял, насколько вообще важна задача популяризации. Как говорил мой учитель физики в школе, когда слушал выступления двоечников, «Ночь темна, хоть глаз кали». Вот, то есть... Ну, народ надо просвещать, короче говоря. Вот, я надеюсь, что здесь у нас собрались не столько те, кого надо просвещать, сколько те, которые готовы просвещать. Тем не менее, вот, я просто решил поделиться этим слайдом, потому что это то, что меня глубоко потрясло, честно вам скажу. Вот, ну и давайте теперь приступим, собственно, к дайджесту. Начну я, собственно, по наукам, сверху вниз, от самых абстрактных, более конкретным. Математика. Я буду говорить в основном о персонах. Иногда здесь надо сделать некоторое такое дополнение. Дополнение связано с тем, что поведение просветителей в видеопространстве, оно строится по-разному. Некоторые люди изначально имеют свой канал, связанный с их собственным именем, и это самый простой способ. Самый простой способ поиска этих людей. Некоторые люди не имеют канала в принципе и ходят только по приглашениям на известные другие каналы. Какие-то другие люди организуют свой канал, но выступают в них под псевдонимом. В основном это молодые просветители. Некоторые организуют свой канал и не только сами выступают, но и приглашают туда других просветителей. В общем, нельзя просто давать ссылку на какой-то канал. Я давал ссылку в том случае, когда это возможно. А вот первый мой просветитель, о котором я хотел сказать, это Алексей Саватеев. Вот, собственно, вчера я смотрел эту его лекцию «Контарионы как язык описания пространства». Слева на каждом слайде у меня приведена фамилия, область знания и сложность. Сложность от нуля до пяти. Но нулевых и первых у меня нет вообще. Мы все-таки люди в основном с образованием с вами, поэтому я рекомендую вам каналы, которые имеют какую-то более-менее приличную сложность. А вот Алексей Саватеев, у него несколько каналов. Он чрезвычайно активен в видеоформате. Этот человек, он недавно стал членом-корреспондентом Академии наук, правда, за работой по экономике. Посмотрев хотя бы одну его лекцию, вы поймете, что он человек, ну, в некотором смысле странный. У него очень странная манера поведения. Когда он говорит на темы, не связанные с математикой, то иногда он говорит очень странные вещи. Сразу хочу вам сказать. Поэтому выбирайте чисто математические его лекции. Формат, ну, буквально от 10 минут до двухчасового формата. Он много и интересно говорит, в частности, о его собственной области, в которой много работал. Это теория игр. Ну, и вообще он прекрасно объясняет. То есть он дает прекрасные объяснения, понятные доказательства. И самое интересное, очень хорошо говорит о математике с точки зрения того, для чего она вообще нужна. Да, вот тех, кто интересуется математикой, и последний опыт с математикой имел в университете, я очень советую Алексея Саватеева. И, впрочем, у него есть, кстати, и отдельный канал для школьников. Вот. Ну, для школьников его деятельность я бы больше назвал обучением, нежели просветительской деятельностью. Вот. Вот его канал, который называется Маткульт Привет. Тоже таким странное немножко название, да. Но хороший канал, на нем много интересного. Вот, советую. Кроме того, я хотел бы отметить, что кроме канала, этот канал у него всего несколько лет, по-моему, два года. До этого он выступал, ну и сейчас продолжает выступать по приглашениям, поэтому ищите просто его по имени в YouTube, найдете много интересных выступлений в других местах. Еще один математик, ну, как математик на самом деле, просветитель в области математики, это, я предполагаю, что это псевдоним, Макар Светлый. Вот его канал. У него только свой канал, и только на своем канале он что-то делает. Он охватывает не только математику, но и физику. Степень сложности. Да. Почему я поставил Саватееву сложность 5 по наиболее сложным его роликам, потому что у него есть и простые ролики тоже. Макар Светлый идет с такой, я бы сказал, постоянной сложностью 4. То есть это достаточно сложный материал, но он не лезет в доказательства. Он больше говорит о смысле. О смысле математики, о смысле тех или иных построений математических. И это очень привлекательно, потому что он говорит о очень сложных вещах иногда. Пытается говорить об этом иногда, ему это удается более-менее простым языком, не залезая в те вещи, которыми занимается Саватеев, в доказательства всякие и так далее. Ролики у него поэтому получаются более скромного размера, где-то от 15 до 30 минут. Но очень интересно. То есть вещи иногда просто вот какие-то на основе аналогий, красивых метафор и так далее, ты начинаешь понимать в математике больше, чем если бы ты просто сидел и занимался какими-то выкладками. Очень вам советую этот канал. Дальше идем к физике. Вот чистых физиков на самом деле не так много. Точнее наоборот, их достаточно много, но очень не так много людей, которые постоянно занимаются просветительством в области физики. Есть несколько фамилий, я бы даже сказал десяток, которые появляются время от времени. На них я не стал заострять внимание. Вот о двух физиках расскажу. Борис Штерн, он рассказывает про физику и про астрофизику. Но больше он все-таки просто физик. Сложность у него, да, наверное, где-то в районе четырех. У него есть канал, но канал совершенно не надо использовать его, потому что там малая часть того, что он делает. И кроме того, там какое-то личное его видео. И он не очень популярный, там всего четыре тысячи подписчиков, в то время как те люди, о которых я говорю, это все, ну, начиная от ста тысяч, как минимум. Вот, или а то и миллионники. Но на других каналах, как приглашенный человек или как организатор, но все равно не на своем именном канале, он присутствует. Он как сам проводит интересные лекции, так и приглашает очень интересных людей. И, впрочем, приглашает не только по теме физики, но и, например, по биологии, по всяким смежным отраслям. И это очень интересно. Да, ну, если кто не знает, Борис Штерн – это главный редактор троицкого варианта. А, ну, сейчас он называется «Вариант Т», вот, и с тем, что троицкий вариант закрыли. Не буду на этом останавливаться. Короче говоря, он продолжает свою деятельность главного редактора уже под названием, в издании под названием «Вариант Т». Кто у нас еще есть из физиков? Вот уж физик до мозга костей, физика-физика, а не просто там какие-то смежные области. Это Алексей Семихатов. Тоже в своем роде замечательный лектор. На него ходит меньшее количество людей, и он реже появляется, но он удовлетворяет потребности, скажем так, верхнего уровня тех, кто интересуется физикой. Его физика достаточно может быть сложна. Он бывает, что дает сложные формулы. Но рассказывает очень интересно, и, в общем, его послушать я всем советую. Сложность 5, как я тут обозначил. Астрономия, астрофизика, космология. Тут у нас, можно сказать, самые популярные, популяризаторы, самые популярные просветители. Один из них – это Владимир Сурдин, астроном из МГУ. Он пытается проводить свою просветительскую деятельность на, ну, скажем, там, охватывая большие аудитории, поэтому сложность у него, я бы присвоил ей 3. Ну, то есть он пытается объяснить все до мелочей. Даже иногда, когда он приглашает других астрофизиков, он их постоянно обрывает и начинает пояснять то, что они говорят в своих терминах. Вот. Он прекрасно, прекрасно говорит, он прекрасно излагает. И не зря он, в общем, является, ну, я думаю, что он является, входит в топ-3 российских просветителей по своей популярности. А где-то на рубеже 2000-х, 2010-х годов астрономия, астрофизика из какой-то области, которая, ну, в общем, находится на периферии нашего знания, превратилась в очень популярную науку. Почему это произошло, не знаю. Возможно, потому что появилось много красивых картинок от телескопа Хаббл. Появилось много нового знания интересного. Но как-то не знать астрономию в, скажем так, в прошлом веке, в конце прошлого века было, ну, нормально, ничего. Не знаешь и не знаешь. Вот. Астрономия, это вроде, это то, чем занимались древние, да, изучали созвездия и так далее. А сейчас же оказалось, что астрономия, это определяющая наука, которая вообще, все, что на Земле, тоже определяется астрономией и астрофизикой. Вот. Вплоть до того, что там, какого цвета в основном красят, каким цветом красят гаражи, да. В основном красным цветом, потому что красная краска одна из самых дешевых. Она одна из самых дешевых, потому что железо один из самых распространенных металлов на Земле, а он самый распространенный металл на Земле, потому что взрыв сверхновый, из которой потом образуются новые туманности, новая звезда и новые планеты, он происходит в момент, когда деление ядер, синтез ядер в звезде доходит до железа. Вот вплоть до таких вещей. То есть мы начинаем понимать, что все, что на Земле происходит, это происходит в связи с космосом. Вот. Ну и если Сурдин это чистый астроном, в меньшей степени астрофизик, то другой популярный спикер по данной теме, он является астрофизиком, это Сергей Попов, и он несколько более сложно излагает свои мысли. Он, да, если, прошу прощения, возвращаюсь, если Владимир Сурдин, у него есть, с некоторых пор есть свой канал, который называется «Внеземной подкаст Владимира Сурдина». Вот. Ну, он до образования этого канала, он много выступал везде, ну, в частности, на нашей конференции мы его пригласили. Он охотно выступает на многих, во многих каналах и на многих очных мероприятиях. Сергей Попов, прошу прощения, его надо искать по имени в Ютьюбе. Он, у него собственного канала нет, и я бы оценил сложность его выступлений на четверку. Он говорит, тоже достаточно понятно, но все-таки его лекции подразумевают некий уровень. Скажем так, послушал Сурдина, теперь послушай Попова. Вот. Про то же самое. Он расскажет то же самое, только более глубоко. Вот. Сам специализируется он на проблемах компактных объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры, и про это его лекции вообще неоценимы. То есть вот в этой области он рассказывает очень интересные вещи. Кроме того, очень интересны его годовые обзоры того, что случилось в астрофизике за последний год. Очень вам рекомендую. Далее. К сожалению, ушедший от нас два с половиной года назад Олег Верхоганов, Верходанов, вот, ну, у него еще более сложное изложение. Скажем так, оно вот ориентировано, наверное, уже где-то на старших студентов физмат-направления университетов. Впрочем, он говорит и много таких вещей, которые могут быть понятны и другим слушателям. То есть он периодически уходит в некоторые сложности, но это не всегда мешает общему плану той темы, о которой он говорит. Вот, пожалуй, самый глубокий из перечисленных товарищей по темам, по близкой теме. Да, в данном случае он освещает в основном космологическую тему и, ну, там, с переходом на физику уже. Вот. Переходим к химии. Вот по химии ситуация совсем противоположная. Достаточно мало каналов и мало отдельных людей освещает химию. Я предпочитаю слушать вот этого товарища молодого, который называет свой канал Тойсой. Вот канал чрезвычайно популярный. Он там около двух миллионов подписчиков, достаточно много. Вот. Сложность около трешки. То есть у каналов есть, у его канала есть одно преимущество и один недостаток. Преимущество заключается в том, что это человек, который все показывает лабораторно. То есть он о теории практически не говорит вообще. То есть все, что он утверждает, он сам попробовал в своей личной лаборатории. Вот. Недостаток заключается в том, что иногда он речитативом проговаривает достаточно сложные вещи. И вот простая картинка, она не всегда согласуется с этим сложным материалом. Вот. Тем не менее, этот канал я вам всем очень рекомендую. Он достаточно хорош. Причем смотреть его можно с раннего возраста. Там есть отдельные вещи очень интересные, которые могут быть интересны и совсем подрастающему поколению. Есть еще канал, который называется «Химия просто». Ну, и как-то так получилось, что я его не очень смотрю. Вот. Поэтому здесь вам предлагать не стал. Биология. Биология – это вторая наука, которая содержит наших... Биология и все, что рядом с ней связано. Физиология, медицина. Содержит вторую когорту самых известных русских просветителей. Под словом «русский» я понимаю русскоязычный, потому что слово «российский» оно бы означало, что это имеет отношение какое-то к нашему государству. Государству нашему это не имеет отношения никакого, поскольку почти все эти люди занимаются этим абсолютно без какой-либо поддержки государственной. Вот. Поэтому я их называю русскими просветителями. Итак, биология. Ну, один из лучших представителей, на мой взгляд, это Александр Марков, который, собственно, работает еще... Я забыл сказать про других людей тоже, что... Упомянутых мной персон о том, что они в области книжной тоже работают. В частности, Сурдин несколько книг написал. По-моему, у Попова есть несколько книг. Про других не помню. Вот. Ну, наверняка что-то у Верходанова тоже есть. Вот. Биология — это... Ну, во-первых, биология в настоящее время, в 21 веке, она, наверное, занимает место физики, как ведущей науки, в которой происходят главные события. И вот, Александр Марков, на мой взгляд, очень хорошо сбалансированный спикер, который и говорит о сложных вещах, и, в общем-то, говорит достаточно простым языком. Его три книжки, собственно, первые две, как же они называются, биология, эволюция человека, по-моему, и так она называется. Стали бестселлерами. Ну, и в видеоформате он появляется очень регулярно. Вот. Он делает обзоры того, что происходит в теории эволюции, в теории эволюции, в генетике. Вот. Ну, в общем, достаточно интересно. Приходит... В основном он приходит в другие каналы, где его зовут, и там либо дает интервью, либо большую лекцию проводит. Он работает в основном в большом формате, где-то от полутора до двух часов, скажем так, иногда даже больше. Молекулярная биология. Здесь бы я вам рекомендовал Константина Северинова, который... Вот я ему здесь за сложность поставил пятерку, то есть, что говорит о том, что он сложные вещи говорит. Но, однако, у него есть очень разные ролики. Иногда его приглашают к себе достаточно популярные каналы, и в этом случае он излагает основные мысли очень популярно. То есть, можно сказать, что от трех до пяти. Ну, вот, например, в позапрошлом году осенью он... Ну, то есть, где-то полтора, почти два года назад он начал очень серьезный труд в видеоформате. Это лекции по молекулярной биологии на канале Плющева. Вот, и там был настоящий трэш. То есть, там было все по-серьезному. То есть, это практически лекции университетские, только немножко облегченные. Я посмотрел все эти лекции. И надо сказать, что это очень высокого материала, видеоматериала, просветительские, очень высокого уровня. Вот. И вообще, то, что он говорит, обычно, во-первых, достаточно актуально. То есть, освещает много актуальных тем. Он говорит всегда достаточно умно, корректно и правильно. Говорит взвешенно. Ну, и, наверное, по этой причине я вам его... Из всех спикеров по молекулярной биологии я, прежде всего, рекомендую его. Да. Ну, и с удовольствием этим занимается, просветительская деятельность. То есть, есть люди, которые и говорят хорошо, и умно, и сами в науке много что сделали, но редко появляется. Видимо, либо их нечасто приглашают, либо приглашают, но они не очень часто соглашаются. Ну, а вот здесь вот идеальный такой состав. Еще близко к этому – это физиология. Если уточнить, более точно сказать, это физиология мозга и иммунная система. Это профессор Вячеслав Дубынин. Я вообще не называл, тут много было профессоров уже. А вот, ну вот, что-то вспомнилось. Профессор МГУ. Да, здесь надо было написать, забыл поправить. Вот здесь, давайте зачеркнем. Здесь физиология. Хотя, на самом деле, когда я слушал курс Дубынина по иммунной системе, то там было очень близко к молекулярной биологии. Кстати, очень интересно было послушать сначала про иммунную систему от Дубынина, а потом этот же материал от Севериного. Об одном и том же, но с разной стороны. Со стороны молекулярной биологии, со стороны физиологии. Очень интересно. Сложность до пяти, хотя некоторые вещи у него совсем простенькие. Я бы даже сказал, некоторые короткие ролики от двух сложностей. То есть, иногда он говорит совсем простые вещи, но когда он делает какие-то такие курсы уже серьезные, то в этом случае сложность достаточно велика. Почему я говорю про курсы, и при этом мы не переходим в область уже обучения, потому что, как правило, это просветительские курсы. То есть, это не курсы университетские, а курсы адаптированные, на которые могут приходить все желающие и, соответственно, адаптированные под это. Но при этом они основную свою сложность сохраняют. Антропология. Ну, тут, пожалуй, самый известный наш просветитель, Станислав Дробышевский, который обладает даром очень интересно, смешно, и освещая очень многие стороны говорить об антропологии. Я сложность считаю его равную трем, то есть, где-то такая средняя сложность. Он чрезвычайно популярный, он один из миллионников. Вот у него, разумеется, есть свой канал. Его очень сложно куда-то пригласить, потому что его календарь расписан на полгода вперед. Он выступает на разных мероприятиях, как очных, так и в онлайн-формате. В общем, посмотрите. Я думаю, что первые 10 минут вам будет казаться, что его язык простоват и как-то уж больно такой насмешливый, но потом вам это понравится. Я думаю, что вам это понравится, потому что он говорит много, тем не менее, много важных, полезных вещей. Не скрою, что Дробышевский много критиковался коллегами за то, что когда он начинает иногда рассказывать о смежных областях, он в них начинает плавать. Ну, в частности, когда он лезет в палеонтологию. Но, тем не менее, я считаю, что в целом его вклад в просветительскую деятельность надо оценить с большим-большим плюсом. Так что смотрите его и получайте удовольствие. Медицина. В данном случае я имею в виду под медициной науку-медицину больше, нежели медицину как деятельность. По медицине как деятельности у нас большое количество врачей, которые имеют свои каналы. Но медицину именно как науку освещает не такое большое количество людей. И вот с этой точки зрения я бы вам рекомендовал Алексея Водовозова, который по трафику и по некому рейтингу, который по опросам выстраивался, в 2020 году был номер один среди российских просветителей. Ну, понятно, почему два года назад он был... Нет, не два года назад, по результатам 2020 года. Понятно, почему, потому что ковид, да, и Водовозов занимался, он буквально раз в неделю или два раза в неделю проводил текущие видеовыступления по этой теме, комментировал самые последние достижения, боролся с предрассудками, с антиваксерами и так далее. Но в целом сейчас он говорит о медицине вообще. У него очень много лекций, он имеет свой собственный канал, но и искать его в других каналах тоже надо. Его уровень, скажем так, от трех до четырех. Он иногда говорит о достаточно серьезных вещах, он комментирует последние статьи интересные в ведущих медицинских журналах. Затрагивает такие интересные темы, о которых врачи вообще не говорят, да, как правило, как статистика медицинских исследований там и так далее. Но есть у него и достаточно простые лекции, вот такие, как, например, кстати, очень полезная лекция «Ошибки первой помощи». Вам предлагаю найти и посмотреть, чтобы понять, что половина наших представлений о том, как надо помогать людям, если с ними что-то стряслось, она устарела, и современная медицина предлагает совсем другие способы решения этих проблем. Так, далее идет скользкая уже тема, такая как история. История, к сожалению, история, несомненно, наука, да, но тем не менее эта наука, к сожалению, достаточно субъективна и подвержена влиянию политики по той причине, что политике очень надо, чтобы историки говорили то, что надо. Вот, к сожалению, в российской просветительской, в когорте просветителей историков у нас представлены два противоположных направления, но не совсем они противоположные, наверное, да. Это направление, которое я бы назвал «Левые». И вот одним из представителей является Егор Яковлев. Достаточно квалифицированный, хороший, хорошо умеющий объяснять историк. Он и еще один просветитель, который этим занимается, Александр, по-моему, да, Исаев, вот, ну, они явные представители «Левого крыла». То есть это люди, которые трактуют историю с левых позиций. Вот, ну, и говорит он прекрасно, и сложность не так высока, даже о сложных вещах можно заслушаться. Вот, есть гораздо более маргинальные представители левых историков, которые у нас в достатке есть. Я сейчас под словом «левым» это не ругательное слово, это просто вот, ну, так есть, да. То есть люди, придерживающиеся левых взглядов. Это неплохо, но это некая характеристика этих людей. Вот. Говорит прекрасно, говорит несложно, говорит о многих, о всей истории, и об истории России, и об истории СССР, и о мировой истории. В общем, заслушаешься, и главное, материала много, и за много лет его накупилось достаточно много. У него появился свой канал, который называется «Цифровая история», где он и сам много говорит, и приглашает спикеров других. А, да, а до этого он много по приглашению, где выступал в других каналах. Так что и искать его тоже можно. Ну и противоположное крыло — это Наталья Дельман. Вот я тут даже пометил, что она умудрилась стать иноагентом, вот, за свою политическую позицию. Опять же, без всяких оценочных определений, она явно либерал, вот, и трактует историю с этих позиций, кому что больше нравится, кому нравится то, кому нравится все. К сожалению, на мой взгляд, у нас отсутствует центральная позиция некоторая, некий такой царский путь, который, как бы, ни правым, ни левым, ни либералам, ни патриотам, а вот просто за науку. Вот беда нашей истории в видеоформате, к сожалению. Вот, тоже троечка, то есть, рассказывает популярно, интересно. Правда, многие ее ругают за некую псевдонауку, то есть, о том, что она немножко, ну, условно говоря, завирается. Слишком, слишком подвержена красивости того, что, о чем говорит, и мало опирается на исторические факты. Впрочем, я проверить это не могу, хотя слышал это от квалифицированных людей. Вот. С историей хватит, это скользкая стезя. Вообще не хотел об этом говорить. Вообще не сказать нельзя, наверное, да. Дальше идут уже науки такие, то ли науки, то ли виды деятельности, да, и много молодежи. Вот такое, такой вид деятельности, как музыковедение, я тут хотел бы вам предложить двух молодых людей. Одна из них совсем молодая, Анна Веленская, ей еще 25 лет нет, но она уже очень давно ведет деятельность в области музыковедения. И у нее прекрасные лекции. Правда, ее профессиональные музыковеды на дух не переносят, но зато ее очень любит публика, потому что она в очень популярной форме доносит многие вещи, которые обычно, о которых обычно не говорят музыковеды. Вот. У нее очень красочные презентации. Она позволяет себе выходить с инструментом, клавишным, как правило, и многие положения, о которых она говорит, она просто проигрывает. И она, иногда она даже позволяет себе голосом что-то пропеть. Вот. То есть ее выступления, это некие такие, но я не назвал бы это шоу, потому что это все-таки явная просветительская деятельность, да. То есть, но это просветительская деятельность с уклоном в визуальные и звуковые ряды, что ли, вот так вот, да. Если кто не смотрел, посмотрите, у нее с недавнего, с недавнего времени есть свой канал, до этого она ходила тоже по чужим каналам, выступала. Посмотрите, достаточно интересно. Ну, хотя бы вот этот. Ну, это из недавних ее роликов «Музыка советского кино». Вот. А можно посмотреть и что-нибудь из более старого. Например, я бы рекомендовал вам ее лекцию про метамодерн в музыке. Тоже достаточно интересно. Здесь впервые я ставлю два. Два – это неплохо, да, это степень сложности. То есть, даже если у вас нет слуха и голоса, то можете вполне ее послушать. Ну, и немножко более сложный такой представитель – это канал «Нескучный саунд» Александра Зилкова. Для тех, кто хоть когда-то брал в руки гитару или какой-то другой инструмент, это будет очень интересно. Он пытается объяснять достаточно серьезные вещи музыковедческие. Ну, например, гораздо серьезнее, чем вот я когда-то на гитаре играл, но серьезного образования музыкального не имею. Вот. Для меня многие вещи серьезные. Но рассказывает он, то есть, выше моего того, что я когда-то мог сыграть и выше того, что я могу понять. Но для людей с хотя бы основами музыкальной грамотности мне кажется, это будет очень здорово. Он разбирает многие популярные произведения, он говорит о том, о том, как играть. У него есть набор роликов, который называется «Недворовая гитара». При этом вот мне, как человеку, который часто разбирает часто разбирает медийную часть обучения, мне очень нравится его построение его роликов. Вот чисто, вы знаете, по монтажу там все очень выверено. Он находится где-то в маленьком квадратике, дальше нотный стан, который изменяется в какой-то программе, дальше лады гитары, например, и еще что-то. То есть многовекторные такое медийность, многомедийные ролики, которые очень насыщенные. Я вам очень рекомендую, даже если вы не интересуетесь современной музыкой, потому что он не только про современную музыку вещает, у него много и по теории музыки есть роликов. Средний размер роликов кстати небольшой, где-то в размере 15-30 минут, в отличие от Веленской, который работает в формате лекций где-то на час-полтора. Искусствоведение. Тут много можно приводить фигур. Я вам приведу такого интересного лектора, как Илья Доронченков. Доронченков, по-моему. Нет, Дорончиков. замечательный, глубокий просветитель в области искусствоведения. Ну, он не только просветитель, но и ученый в этой области и деятель, он, если не изменяет память, последнюю его должность научный руководитель Пушкинского музея. А до этого он преподавал в Санкт-Петербурге в Европейском университете. Вот. Он меня привлек тем, что его лекции, они, ну, обычно лекции по искусству, они, знаете, такие, вот, если не для специалистов, они такие поверхностные. А вот, посмотрите, а вот, как красиво, а вот здесь мазок такой, да. Здесь гораздо более глубокое по погружению в материал. И я впервые понял, что об искусствоведении можно говорить настолько глубоко. Вот. И я думаю, для тех, кто любит искусство, искусство любят почти все, в данном случае речь идет о художественном искусстве, да. Я очень его советую. К сожалению, он в последний год мало появлялся, но ищите его по имени, и некоторые его лекции обязательно найдете. Как минимум, наверное, лекций 20 стоит посмотреть, вот, и вы получите большое удовольствие. Ну, вообще, я хочу сказать, что все, кого я вам рекомендовал, от них можно получить не только знания, но и некое удовольствие, да, но здесь вот особенно. Ну, и особая область, которую я называю борьба, не я называю, она так и называется, борьба с лженаукой, это, собственно, прямое противостояние. Да, у меня, к сожалению, да, 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 и на Азамасе, и на постнауке он выступал. У меня, к сожалению, сегодня не получилось вам рассказать еще отдельно о каналах, надо было бы упомянуть отдельно с десяток каналах, но я решил, что о личностях правильнее рассказать. Может быть, если понравится, я потом о каналах расскажу тоже. Вот, борьба с лженаукой, ну, это просто прямая борьба с вот теми людьми, которые оставляли вот эти надписи на, ну, не с людьми, конечно, как с физическими телами, да, а с их убеждениями. Кто заряжал воду у экрана, кто отказывался делать прививки, кто оставлял комментарии о том, что земля плоская на роликах с ордена и так далее. А с одной стороны, это чрезвычайно полезная деятельность, потому что, ну, с мракобесием надо бороться. иначе мы вернемся в средние века. А вот, с другой стороны, тут есть некие подводные камни, да, когда цель твоей деятельности является борьба, то ты невольно превращаешься, ну, как бы это сказать, в зелота, да, то есть, вместо того, чтобы говорить о чем-то просвещать людей, ты борешься, борешься с теми, кто их просвещает в противоположную сторону, да, вот, то есть, ну, скажем так, ты не делаешь людей лучше, ты борешься с теми, кто пытается делать их хуже. В этом есть некий такой подтекст неприятный, вот, это как милиция, да, она не делает людей лучше, она просто избавляет нас от плохих людей, вот, но, ваше мнение о Басе Казан, это то же самое, то есть, вот, Панчин, Казанцева, они все в своей области достаточно хороши. Спасибо, да, они все, я, вот, у меня не, не поднимется рука сказать, что они делают плохое дело, но они иногда выступают, скажем так, не с позиции науки, а с позиции сайентизма, то есть, ну, что такое сайентизм, да, это когда наука как догма воспринимается, не как какая-то диалектическая вещь, которая, в общем, когда иногда надо сказать не знаю, да, вместо того, чтобы утверждать что-то, вот, вот, Ася Казанцева то же самое, спасибо им большое за то, что они делают на самом деле, но не всегда, то есть, не надо смотреть только их, пожалуйста, досмотрите нормальных просветителей, которые говорят как надо, вот, ну, и давайте я очень вкратце расскажу о просветительских переводных каналах, я один только канал упомяну, вот, я так и знал, что мне времени не хватит, вот, поэтому не стал больше расширять, а, это канал Верт Дайдер, с таким смешным названием немножко, тем не менее, у него, смотрите, под 2 миллиона человек, и он переводит массу интересных вещей, которые существуют в англоязычном и другом иноязычном мире, а там, разумеется, тоже идет своя просветительская работа и очень много, я бы вам посоветовал три больших части с этого канала, первое, это перевод, перевод, между прочим, университетского курса «Биология поведения человека» Роберта Сапольски, курс 2010 года в Стэнфорде, он переведен полностью, то есть, вот, полностью, как он был, так и есть, то есть, ну, не думайте, что вы, как бы, сможете овладеть этим, как студенты, потому что у них были еще работы лабораторные, задания, там, и так далее, но тем не менее, Роберт Сапольский настолько замечательный спикер и так замечательно излагает материал, что я просто от этих, по-моему, 25 лекций получил огромное удовольствие, вот, просто, если интересуетесь биологией, то посмотрите, она и в философском смысле тоже замечательная, это эти лекции, второй набор лекций, это Майкл Сэндл, который называется Гарвардский курс переведенный, который называется Справедливость, там, по-моему, 10 лекций всего, прекрасный курс, прекрасный еще с точки зрения того, как лектор общается с залом, то есть, там огромный зал, где сидит примерно 300 студентов, и он задает наводящие вопросы, получает ответы от студентов, и несмотря на то, что вроде бы каждый отвечает как хочет, хаоса не возникает, а возникает ощущение того, что лекция идет именно так, как ей предназначено, то есть, это вообще и преподавательский опыт замечательный, и по сути, вы знаете, вот, например, на первой лекции, которая называется «Моральная сторона убийства», рассматривается известный парадокс вагонетки, да, ну, наверное, многие из вас знают, что это такое, это у вас переключатель, движется вагонетка, которая может задавить либо одного человека, либо пять человек, если вы ничего не делаете, она задавит пять человек, если вы переключите стрелку, то она задавит одного человека, Но если она задает пять человек, вам ничего не надо делать. А если она задает одного человека, вам надо принять решение перевести стрелку и убить этого человека, по сути дела, вместо этих пятерых. Вот такой парадокс. И его решение, точнее не решение, а подхода к его решению со стороны разных философских школ на этой первой лекции рассмутано. Чрезвычайно интересно. То есть я вам просто очень советую эти десять лекций посмотреть. Да, курс отличный и нескучный. Несмотря на то, что я поймался на название «Справедливость», там гораздо более широкий круг вопросов. Ну и последний, наверное, мой слайд – это Дерек Майлер, его канал «Versatium», который очень популярен в англоязычном YouTube, его переводы. Дерек просто замечательный рассказчик. Он работает во всех областях естественных наук, плюс технологий, показывает все на собственных опытах, при этом достаточно глубоко. То есть в отличие от остальных, он, насколько я помню, из Австралии, вот, по сравнению с другими англоязычными каналами, где обычно рассказывают достаточно плоско, много раз повторяют, и, ну, в общем, есть такие моменты. Он и достаточно глубок, и при этом достаточно популярен. Вот, очень вам советую это. Вот, я, насколько знаю, Вердайдер переводит, ну, практически все его ролики на русский язык, легально переводят вполне, и их я тоже очень вам советую. Я чувствую, что мне придется сделать еще один вебинар по каналам уже в следующем, наверное, сезоне. Ну, а на сегодня все. Я хочу просто перечислить то, что я сегодня о чем вам сказал и о чем не сказал. Я вот не сказал, например, о астрономе Дмитрия Вибе, который тоже очень много присутствует. О космонавтике не рассказал, ой, вообще не рассказал, прошу прощения. О каналах «Космос просто» Андрея Кузнецова и о Виталии Егорове. Не рассказал о Михаиле Гельфанде по молекулярной биологии, который немножко реже, чем Северинов выступает, но тоже очень интересно. Также не рассказал об Алексее Исаеве, ну, упомянул его. Но об остальных, да, вот тут я про Ирину Якученко не рассказал немножко, про Асю забыл. Вы сами тут мне про нее напомнили. Вот, ну, о остальном попытался рассказать. Вот, у меня все. Казанцева, да, конечно, Аси Казанцева. Вот, у меня на этом все. Спасибо вам за... А, вот еще я хотел пару слов сказать о том, что дальше. Ну, буквально пару слов. Я не знаю, что будет дальше, но я вижу тенденции. Какие я вижу тенденции? Просветители начинают находить друг друга. Если каждый из них начинал как собственная личность, то теперь они все чаще начинают, во-первых, приглашать друг друга и проводить беседы по смежным отраслям. Во-вторых, они начинают делать перекрестные ссылки. Например, один спикер, который рассказывает про космос, говорит, а вот эту тему сильнее была освещена у моего коллеги там-то и там-то. И это становится уже массовым явлением, поэтому я считаю, что вот в ближайшем будущем сообщество просветителей, оно станет более многосвязным. Будет состоять не столько из отдельных персон, сколько из вот такой связной какой-то области. Так, много загадок еще. Да-да-да-да-да, фиолог в Сиаруси неплоха. А также Микитка, сын Алексеев по филологии. Не успел я про это сказать. Да, ну и приглашаю вас на мастер-класс свой. Об этом я уже сказал в начале. Кому интересно, приходите. Про психологию. Вот вы знаете, в психологии, честно говоря, мне в голову вот так не приходят сейчас те, кто чисто психологией занимается. Если подскажете, то я с удовольствием посмотрю и потом расскажу об этих людях. Вот так вот, что психолог-психолог прямо. Не по какой-то смежной области. Но, впрочем, очень много смежных областей. Тот же Дубынин, да. Все, что связано с мозгом, оно связано и с психологией тоже. Черниговская. Ой, много к ней. Она и интересная очень, и много претензий к ней. Говорят, что она говорит много ненаучного. Ну что ж, друзья. Вот в час я, как всегда, не уложился, но час двадцать. Юзефович по литературе. Вы знаете, я старался не касаться многих скользких моментов. И Юзефович, и политиков многих, они уже находятся где-то на грани политологов. На грани с, как это сказать, с памфлетами, что ли, да, какими-то. Вот Юзефович я люблю, сам смотрю, но не всегда. Да, это старался как можно дальше от политики быть, то есть говорить о чистой науке. А так много, о ком можно было бы еще говорить. Просто времена сейчас у нас такие, что люди политизировались и уже переходят из просветителей в пропагандист. А это не очень здорово. С какой бы страны эта пропаганда ни шла, это не очень здорово. Ну что ж, давайте прощаться. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, кто пришел. Спасибо, кто будет смотреть меня в записи. Если понравилось, тогда я, может быть, сделаю отдельно по каналам. Потому что рассказал только о тех, о ком успел сегодня рассказать. Всем спасибо, до свидания, до встречи в Директ-Академии. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok